отвечая на вопрос который мне задает ольга в контакте социальности контакт в контакте добрый день доктор можно ли пользоваться массажной кроватью при миомах полипа кистах матки при грыже l3 l5 при стенозе поясничного отдела позвоночника этот вопрос задает пользователь массажера то есть ольга сотрудник а за вопрос пользователь через он ее клиентка ольги ей очень нужен совет опытного врача а в ее больнице пятеро врачей запретили ей пользоваться массажем и теплом вот такой вопрос конечно же вопрос по категории сложности вот если категории сложности взять 5 1 2 3 4 5 где 5 самое сложное то это вопрос ну четвертой категории сложности где-то не меньше нелегкий и нет и не средней степени сложности вопрос при этом надо вот я не при этом прокомментирую что так стеноз позвоночного позвоночного канала эта ситуация при которой даже классическая медицина в большинстве случаев ответить не может качественно ситуации которые заканчиваются инвалидностью причина могут быть разные могут быть разные если это конечно же стеноз вызван грыжей например я начну с стеноза если стеноз вызван грыжей то ее можно прооперировать и устранить стеноз таким образом помочь человеку но есть другие стенозы например посттравматические стенозы от склерозирования от утолщения связок и так далее есть стенозы опухолевые надо понимать генез стеноза происхождения потому то что врачи открыто запрещают врачи исходят из позиции как бы не навредить потому что за всякое действие нужно нести правовую юридическую и моральную какую-то ответственность и в этом смысле я вот очень импонирую потому что Ольга не боится задавать такие вопросы и не скрывается от того что эти вопросы у ее клиентов есть в отношении как быть ну да вопрос есть ситуация есть ситуация сложная миомы кстати полипы кисты это не такие сложные вопросы не такие сложные вопросы миомы полипы кисты это более простые вопросы хотя там тоже есть нюанс например есть клинические активные ситуации где миома или полип кровит растет большого размера воспаляется болит и похоже на рак на время то в этом случае воздействовать на орган с опухолью доброкачественной данном случае вам как бы нельзя это тоже надо понимать хотя это скорее всего если вы слышали то слышали у нас или у меня или университет мы этому учим ну и к вопросу у Ольги есть клиенты клиентов есть вопрос нужно компетентное мнение доктора более компетентного доктора чем александр молко то есть я в смысле ответа на такой сложный вопрос связанный вопрос есть массажа тепловой воздействия есть классический взгляд классический врач врачи отвечают однозначно как понимают те кто производит и продают оборудование ну просто пошут такого клиента подальше Ольга не хочет говорит где компетентные врачи более компетентного чем я так в этом смысле врача нет я сам компетентный врач ну что я этим занимаюсь уже больше десяти лет изучаю исследую пишу книги и сегодня еще провожу такой онлайн проект обучения который приглашаю Ольгу приглашаю клиентов клиентов обучаться к нам университет ресурсной медицины где про миомы полипы кисты и про позвоночник и про стенозы мы первое учим на двухмесячном курсе базовым основам понимания как воздействовать когда воздействовать через что воздействовать какими режимами температурами например при оздоровлении миомы той же самой можно воздействовать и нужно воздействовать на здоровье головы позвоночника иммунитет при стенозе позвоночного канала возможно действовать на другие сегменты которые не вовлечены в болезнь в рабочей группе в закрытой единственной в мире такого рода группе где есть сообщества специалистов специалистов сообщества массаж теплооздоровления которые эту группу курирую я веду и туда можно попасть только будучи студентом университета ресурсной медицины или выпускником в этой группе я делаю бесплатный аудит медицинских документов такую ситуацию можно проконсультировать у меня в рабочей группе обучаясь или обучившись приложив документы мы вместе с вами втроем вы ольга я и клиент ваша женщина можем понять и разобраться как бы такой ситуации потому как например операция при стенозе позвоночника я уже сказал она часто вообще как бы сказать имеет высокий риск и минимальную минимальный прогноз хороший минимальный и клиенты люди обычно часто не хотят такие операции делать я их понимаю например и надо обсудить ситуацию как же все-таки быть вот не хочу делать операцию или ситуация крайне сложная можно ли все-таки оздоравливаться да можно отвечают ну конце концов на вопрос можно да можно как применяем массаж тепло и соблюдая некоторые очень простые инструменты например после массажа тепла когда мы уже оценили ситуацию и понимаем что это сказать простым словом зазор в позвоночном канале позволяет хоть как-то минимально помогать человеку минимально то например есть такая два инструмента после массажа тепла перевернуться лежать на живот течение часа вылежаться что называется на животе после того когда расслабили мышцы в этих сегментах пораженных стеноз ну это после только после аудита документов медицинских еще раз говорю без медицинского взгляда и аудита медицинской ситуации я бы конечно же не будучи доктором не рискнул вообще такого человека даже как-то как-то привлекать к массажу а она так понимаю уже имеет массажер потом есть работа с миостимулятором которая помогает избавляться от лишнего отека после массажа тепла ну и много много нюансов таких короче таких клиентов нужно вести сообща с доктором конечно квалифицирован в этом ольга еще раз говорю молодец не боится задает вопросы а я отвечаю и приглашаю конечно учиться к нам потому что вот такие ситуации мы разбираем закрытой группе обсуждаем как как вообще быть куда идти можно ли делать шаг или нельзя и если можно то как или же вторая вторая возможность это просто купить консультацию часовую наверняка здесь понадобится часовая консультация где мы просто сядем и просто распишем уже готовый готовый сценарий но это для этого нужно час плюс документы плюс трехсторонняя встреча в скайпе например с ольгой и с клиенткой есть такая возможность тоже пишите в частную переписку пожалуйста я всегда готов отвечал на вопрос ольги из контакта а а